На женскую долю, как известно, приходится немало испытаний. Вот одно из них – воспалительное заболевание мочевого пузыря. Так вот, медицинские сообщества утверждают, что цистит является лидером женских болезней, связанных с урологией. О жгучей проблеме в ближайшие полчаса меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня в нашей студии Сергей Пикалов, врач-уролог больницы Середавина, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по урологии. Здравствуйте! Здравствуйте, Инна С. Здравствуйте, дорогие телезрители! Начнем наш разговор о жгучей проблеме. Сергей Михайлович, я хочу сначала все-таки небольшое отступление сделать, потому что очень у многих не складывается в голове уролог и нефролог. Это в чем отличие и кому с чем идти? Нефролог и уролог занимаются действительно мочой и почками, вот, по-русски говоря. Но у почки есть две функции – выделительная и фильтрационная. Вот нефролог отвечает за фильтрационную функцию, когда почку фильтрует. Уролог отвечает за выделительную функцию. Это вот… Ничего себе, какая честь почки! Сразу целых два доктора ею занимаются. Ну, почка – парный орган, который вводит все шлаки из организма практически, да, очищает их и поэтому заслуживает этого. Ну да, я даже где-то читала, что ее биологическим фильтром называют. Так и есть. И еще один вопрос уточняющий. Вот многие до сих пор ведь думают, что уролог – это мужской врач, доктор, который занимается исключительно заболеваниями мужской половой системы. А о том, что уролог лечит и женщин, и вообще здесь какого-то вот прям жесткого разделения нет, знают не все. У нас есть жесткое разделение. Уролог, который лечит мужчин, по идее называется андролог. То есть андрос – мужчина, да, то есть как бы это андролог. Уролог – это врач и мужской, и женский, то есть он отвечает за мочеполовую систему всю, то есть от почки и до наружного отверстия уретры, то ли бы женского, то ли бы мужского. Я вот сегодня предлагаю вам заняться женскими заболеваниями, потому что мы планировали поговорить о цистите. И почему я говорю, что женскими? Вот я, например, такую статистику нашла, что каждая вторая женщина хотя бы раз в жизни сталкивается с симптомами острого цистита, и в то время как каждая десятая болезнь переходит в хроническую форму. Насколько эта статистика вообще соответствует действительности, и в частности, вот что у нас в Самарской области? Что касается действительно частоты обращений, да, и в поликлиниках основные, это 60% женского населения обращаются к урологу по поводу цистита. То есть 20-25% – это официальная статистика – хотя бы раз в жизни перенесли цистит. В России ежегодно регистрируется от 26 до 36 миллионов случаев острого цистита. Это только регистрируется официально, то, что мы видим. А ведь еще у нас, к сожалению, сарафанное радио, у нас есть отдаленные районы, где, в принципе, лечат по звонку или как-то то, что не регистрируется. Из всех тех 20-25% заболевших женщин, да, то есть каждая третья сталкивается с рецидивом. Рецидивом считается это заболевание в течение полугода дважды или в течение года трижды. И у каждой десятой из них, да, то есть как бы, ну, 10% всех этих женщин переходит в хроническую форму цистита. То есть здесь правильно я сказала. Да, то есть цифра абсолютно верная. Ну, за что же женщинам это досталось? Досталось за анатомическую особенность, да. Почему? Потому что женское уретро – это орган, располагающийся в известном месте, близко к очагам с наличием бактериологических очагов, которые, к сожалению, они для нас являются нормальными для других мест, но для мочеполовой системы они абсолютно неприемлемы, они вызывают. Так называемые шерихикулик, которые у нас с вами живут в кишечнике у всех и которые способствуют нормальной работе кишечника, к сожалению, попадая в мочеполовую систему, становится патологической флорой, вызывая 75-95% всех женских циститов. То есть это основная бактерия, которая присутствует, к сожалению, в мочеполовой системе. – Мальчики и мужчины вообще не сталкиваются с этой проблемой? – Дети – это особая когорта. Почему? Дети болеют циститами, и мальчики, но у них это связано с или врожденной патологией мочеполовой системы, вот. И это целая ипостась. У них есть рефлюксы и много других заболеваний, которые приводят к этому. У мужчины, как считается, первичного цистита быть не может. Он защищен длинной уретрой. То есть у мужчины любой цистит рассматривается, если у женщины он бывает осложненный, не осложненный, у мужчины любой цистит рассматривается как осложненная форма. И мы ищем причину и болезнь, как бы это. И в любом случае это госпитализация и уже полное обследование пациента. – Я напомню, что сегодня у нас в студии дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Сергей Пекалов, главный уролог Самарской области. Мы сегодня говорим про цистит, про жгучую болезнь. И уже сто раз повторили этот термин, но еще, наверное, не объяснили ни разу все-таки, что такое цистит, как проходит это заболевание. – Цистит – это воспаление стенки мочевого пузыря, который развивается всегда остро. То есть, вот сегодня все хорошо, через час это будет совсем плохо. Жалобы на болезненные, частые мочеиспускания, позывы. Как правило, это бестемпературная реакция, то есть 38, допустим, это не характерно. К сожалению, иногда появляется примесь крови, как правило, в конце акта мочеиспускания. Что делает человек, который не знает, что делать? То есть, в принципе, начинает пить, как обычно, цистит. Все прекрасно знают, что интернет есть, и начинает пить банальные антибиотики. Нельзя этого делать, абсолютно нельзя, потому что стирается клиническая картина. Раз, во-вторых, как только немножко становится лучше, человек не попадает к врачу. А это неправильно. Почему? Потому что под маркой цистита могут быть и гинекологические заболевания, и онкологические заболевания, и мочекаменная болезнь, и острый пилонефрит. То есть, как различить и хирургическую патологию, в том числе. Как различить эти моменты? Я думаю, что все-таки это должен делать доктор. Правда? Я считала, что в 9 случаях из 10 доктор определяет, диагностирует цистит только на основании клинической картины. Действительно, на основании, первичная постановка диагноза на основании клинических жалоб, клинической картины. В лучшем случае, если пациент успеет до приема антибиотика сдать общий анализ мочи. Это в лучшем случае. Вот. Но я говорю, что чуть-чуть стало больному лучше, понимаете, и все, он забудет про доктора. Ну, конечно. Стал чуть-чуть лучше. А это очень важный момент. Мы в активную фазу многих вещей не делаем, обследования. Но мы, по крайней мере, берем пациента на заметочку, да, и мы его потом обследуем. Или по полной программе, или все. Мы должны, во-первых, выяснить причину этого цистита, поговорить с женщиной. Я очень подробно с ними беседую в плане анамнеза, потому что это очень важно. Я учу их вести дневничок мочи и спускания, чтобы они при возникновении острой ситуации вспоминали два предыдущих своих дня и записывали, что произошло. Да. Причина какая. То есть это тоже важно? Конечно, это важно, потому что исключение определенных факторов, оно просто снижает риски возвращения заболевания, рецидивов. Естественно, обращение к нам и качество жизни женщины улучшает. Вот есть, ну, какие-то такие стереотипные понимания причин цистита, и особенно люди, вот кто постарше, они говорят, ой, ты простыла. То есть считается, что причиной цистита является переохлаждение непременно. Это соответствует истине? Одной из причин действительно является переохлаждение, как обычно, при переохлаждении снижается иммунная защита, иммунная система. Понимаете? Но, как правило, если правильно поговорить с этой женщиной, у нее когда-то уже были циститы. Соответственно, агент в впящем состоянии внутри нее находится. Вот. Но, смотрите, цистит основной, как бы мы говорим, это возраст от 18 до 35, да, и потом после 55 лет, когда начинается именно пауза у женщины. Вот. То есть мы прекрасно понимаем, что женщина с 18 до 35, почему у нее возникают циститы. Потому что очаги рядом, да, интенсивная половая жизнь, вот, беременности, многие другие факторы, да, то есть человекоалкогольные нагрузки тоже появляются. И поэтому многие эти факторы, они в совокупе приводят как раз к циститу. Но есть всегда провоцирующий фактор. У кого-то это алкоголь, у кого-то это половой контакт, у кого-то действительно это перехлаждение или перенесенная болезнь. Сейчас, кстати, вот циститы бывают разные, но вот это наша любимая, в кавычках, конечно, новая инфекция, да, коронавирусная, вот. Вот после нее, ну, не могу сказать, что часто, но появились очень жесткие геморрагические циститы, которые требуют госпитализации, очень активно, длительного лечения, очень тяжелого. Вот. И для пациента, и для врача. Почему? Потому что так быстро не оккупируются. Появилась такая особенность, на сегодняшний момент она пока есть. Отвратительный вирус, просто на все воздействует в организме. Сергей Михайлович, а вот возбудители инфекции, которые передаются половым путем, они могут провоцировать, ну, являться причиной цистита? Могут провоцировать, но, как правило, я уже сказал, что основной патоген – это кишечная палочка. Все остальные эти инфекции – это где-то там 0,5, 0,3, 0,1% максимум, понимаете? Но и не так это распространено все-таки в циститах. В 2018 году было проведено второе общероссийское исследование под названием DARMIS, как раз по циститам, да, полунифитам. И вот основным патогеном является все-таки на сегодняшний момент кишечная палочка. В разных регионах от 75 до 95%. Огромный процент. Ну и еще опять-таки из стереотипных таких высказываний есть мнение, что цистит чаще всего возникает у молодых девушек, которые, ну, отдают, скажем так, дань моде, носят узкое белье, узкие джинсы. Потому что здесь вообще о чем речь-то? Ну, наверное, это определено, да, то есть я прошу выражение стринги, да, то есть это узкая полоска, которая врезается в ягодичную область, соответственно, туда, и, естественно, она же двигается. Узкое белье двигается все равно, понимаете, и флора патогенная попадает в том числе и в эти вещи. Вот. Есть же правила профилактики определенных циститов, да, то есть половая гигиена. Она, к сожалению, встречается даже с ситуациями, когда, в принципе, женщина 22 лет неправильно технически выполняет свою половую гигиену, да, вот, с нарушением требований не сверху вниз, а снизу вверх, то есть как раз получается с заносом инфекции суда. Вот. Это очень обидно. Почему? Потому что она уже себе поселила все бактерии. Вот. Но ведь не только молодые, люди пожилые тоже с этим сталкиваются, да, после приедения. Вот хотелось, да, как раз спросить, вы сказали, что после менопаузы и там, ну, условно говоря, очередная группа риска возникает, да? Почему? Вот с чем это связано? И начинает снижение определенных гормонов в женском организме, да, и наступает, как бы, так называемое высыхание, да, влагалища, то есть атрофия эпителия влагалища, вот, появляется сухость. Это распространяется в том числе и на мочевой пузырь. Плюс ко всему, у женщин, рожавших, у многих происходит расслабление мышц тазового дна, да, происходит опущение влагалища, которое располагается совместно с мочевым пузырем, происходит загиб мочевого пузыря, нарушается акт мочеспускания в этой ситуации, моча застаивается. Люди начинают меньше пить жидкости, чтобы не бегать часто мочиться, да, хотя это вот парадокс. Надо наоборот, чтобы человек чаще мочился и инфекцию смывал, а люди начинают меньше пить, и концентрированная моча начинает раздражать мочевой пузырь, вот. Поэтому лечение различается, допустим, у молодых и у людей после пяти пяти, то есть мы в этой ситуации после пяти назначаем еще определенные свечи, гормоны, да, которые, в принципе, местного действия, которые, в принципе, делают немножко, снижают атрофию, вот. Поэтому нужно идти к врачу. То, что хорошо, в 18 лет, в 55 может уже не подойти. Да кто бы сомневался. Давайте сейчас мы с вами прервемся на минутку, узнаем, какие изменения произошли в здравоохранении региона и страны, а потом вернемся в студию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значительный рост заболеваемости коронавирусом в регионе продолжается. Медики говорят, что тяжесть течения заболевания ниже, чем в первые волны. Однако недооценивать опасность не следует. Ученые Уральского федерального университета разработали вещество для лечения тяжелого воспаления легких. Оно позволит производить новые лекарства против тяжелых форм гриппа и коронавируса. Из отделения патологии новорожденных детской клинической больницы выписали маму с близнецами. Мальчики родились в областном кардиодиспансере в результате экстренной операции. Позднее их доставили в больницу имени Ивановой под наблюдение врачей. В Самарской области работает горячая линия по номеру 122. Операторы контакт-центра консультируют по вопросам медицинской помощи, записывают на прием к специалистам, регистрируют обращение в единой информационной системе. Научный центр вирусологии «Вектор» подал заявку на регистрацию первого российского препарата против оспы. Он будет высокоэффективен против любых ее форм, в том числе оспы обезьян и натуральной оспы. Клинические испытания продолжались почти два года. Это программа «Звоните доктору». Сегодня в нашей студии Сергей Пикалов, врач-уролог больницы Середавина, главный уролог Минздрава Самарской области. И мы говорим про воспаление мочевого пузыря. Сергей Михайлович, вот Вы уже сказали, что в 9 из 10 случаев диагностика первичная ставится на основе клинических проявлений. Ну, а если глубже все-таки, какие еще обследования требуются для диагностики цистита? Ну, при остром цистите УЗИ. Но нас больше интересуют хронические формы, которые возникают. Вот, здесь идет уже более серьезное обследование. Основным является, конечно, это бактериологический посев, вне обострения, для того, чтобы понять все-таки какой-то агент и назначить специфическое лечение. Почему? Потому что сейчас в клинических рекомендациях четко прописаны медикаменты, которые мы можем применять, и прописаны медикаменты, которые ни в коем случае нельзя давать пациентам. Почему я говорю о несамостоятельном приеме. Вот, причем схемы лечения абсолютно разные. Если острый цистит – это, грубо говоря, однократный прием определенного препарата, то при повторном цистите, понимаете, это уже прием этого препарата девятикратно в течение трех месяцев. Вот, поэтому схемы лечения, они разные. Острого рецидивирующего цистита. Более того, вне обострения, еще раз повторяю, мы должны выяснить с вами и наличие каких-то, может быть, заболеваний сопутствующих, которые маскируются под это, да, то есть это обязательно консультация гинеколога. Это обязательно цископия при наличии крови в моче, которая была при цистите. Почему? Потому что мы можем пропустить, еще раз повторяю, онкологическую проблему, и УЗИ, к сожалению, не всегда это видит. Вот, это, опять же, дневничок мочеиспускания. При необходимости это внутривенная урография. Почему? Потому что, все-таки, наша вся инфекция восходящая, да, и помещаясь в короткую уротре женщины, при определенных условиях, она просто потихонечку поднимается по уротели, прикрепляется уже в мочевом пузыре, закрепляется, заходя в последистые слои, начинает там жить. Но ведь на этом мочевой, мочевые пути не закончились у нас с вами, да, есть еще мочеточники, которые ведут нас к почкам. Повторяю еще раз, инфекция восходящая, и поэтому эта инфекция может спокойно подняться, к сожалению, выше. И поэтому правильное лечение цистита – это профилактика пилонефритов, которые могут развиваться у людей. Вот, приводит к более плачевным вещам. Вы правильно подметили, что в самом начале, что женщины действительно чаще болеют мужчин, вот, значительно чаще. Вот, поэтому, но женщины более коммуникабельны. Еще раз повторюсь, я немного раз говорю об этом, меня это удивляет, вот, что проще позвонить соседке, поговорить с соседкой, чем сходить к врачу. Это всегда лучше, чем идти к врачу, всегда проще, легче, естественно. А вот смотрите, Сергей Михайлович, наличие крови в моче – это то, что, в общем, человек может увидеть сам, да? Визуально. И это является для него чаще всего предметом паники, потому что ему кажется, что если кровь, то, значит, это очень тяжелое течение заболевания. Так ли это? Ну, это тяжелое течение, потому что в мочевом пузыре появляются язвочки уже, понимаете? То есть не просто отек и воспалительный компонент какой-то, а появляется изъязвление, которое и дает наличие этой крови. То есть воспаление проникает более глубоко. Вот. И, к сожалению, есть такое понятие язвенно-некротический цистит, когда сгнивает практически насквозь стенка, почему пузыряет. Такие тяжелые формы есть. Конечно, я хочу сказать, что это единичный случай. Это не вот тебе… Ну, это, наверное, не одномоментно происходит. Нет, это не одномоментно. Часто это бывает, но мы встречаемся с такой. Поэтому, конечно, это действительно более серьезная форма и требует госпитализации. Ну, а когда вот уже нужно говорить о хронике? Два раза за полгода или три раза в течение одного года. И вот тогда мы говорим, что это хронизация процесса. Все, человек стал хроническим носителем этой инфекции. И выбить ее мы оттуда современным съездом не можем. Основная задача врача – удлинить светлые промежутки между этими заболеваниями, в том числе с помощью того же пациента. Мы даем рекомендации, как их соблюдает пациент. Это его личное дело. И мы, конечно же, не живем с ним и не можем постоянно контролировать. Но из этого же следует тогда, что цистит – это на всю жизнь? Если вот два раза в течение полугода и дальше уже все. Цистит на всю жизнь, понимаете? Но еще раз повторяю. Цистит, он же у вас может повториться через год, а может повториться через 20 лет. Может, не повторится. Да, какой путь измерять теперь? Может, не повторится. Но у вас был рецидивный цистит. Он перешел в хроническую форму. Ну, не у вас, я прошу прощения, я имею в виду у пациентов. Перешел в хроническую форму. Значит, он же существует. Агент есть. Вот, коль скоро мы говорим о женщинах, то чаще всего при вот таких вот симптомах, если уж все-таки обращаются, то обращаются к терапевту или к гинекологу. А в последнюю очередь уже думают про врача-уролога. Вот как здесь из этой тройки выбрать правильный адрес? Обратиться к врачу. Понимаете, как бы мы читали лекции в поликлиниках для тех же терапевтов, да, о том, как правильно лечить циститы. Все прекрасно все знают. Гинекологи тоже как бы знают, потому что действительно много женщин обращается к ним именно с этой проблемой. Они знают прекрасно, как лечить. Вот, и знают, когда направить к урологу. Задача пациента просто появиться у какого-либо врача, чтобы врач мог оценить, насколько ему показан специализированный врач-уролог для дальнейшего обследования. Уролог включается уже в дальнейшее обследование. Рецидивная форма, да, надо отправлять к урологу. Вот, не проходит, выпил пациент препарат, не проходит к урологу. Какие-то симптомы еще к урологу все равно отправлять. Но первично... Может, сразу уже к вам тогда идти? Мы можем завалиться, понимаете, это раз. Во-вторых, мы понимаем прекрасно, что уролог не везде у нас есть. Не везде есть, да, то есть мы же говорим о том, что есть жители сельских районов. Ему до уролога добраться, да, ему талончик записаться, ему просто как бы добраться еще надо вообще до цивилизации. Вот, а лечиться хочется сейчас. А там есть врач, есть фельдшер, есть ФАПы, в конце концов, да, вот, которые, в принципе, знаю, может просто-напросто порекомендовать. Все. А дальше больному, когда стало полегче, ведь надо снять вот это очень болезненное мочеиспускание, которое действительно доводит до слез, да. Вот, надо снять эти симптомы, чтобы человек хоть немножко стал здравомысляще мыслить, да, и уже поехал целенаправленно на консультацию, обследование и на многие другие вещи. Если цистит все-таки не лечить, то правильно ли я поняла, что острый период, он все равно пройдет сам, нет? Ну, острый период, как он пройдет у нас с вами, понимаете? Все равно что-то пациентки начинают пить. Это теплые ванны, да, то есть какие-то препараты, травки, ромашки и все. Да, процесс каким-то образом там с помощью народной медицины, он тоже затухает. Вот, он угасает, но вот эти вот остаточные жалобы, они все равно у пациентов остаются. Умеренная болезнь с натлоном, неприятные ощущения при мочеиспускании, вот, они все равно остаются, они доставляют дискомфорт человеку. Они обращают внимание на этом и циклятся. А как вы относитесь к тому, если, к тому, что сегодня есть, ну, линейка, наверное, препаратов, которые можно, в общем, у кого регулярно цистит, они знают, они однократно выпивают этот препарат и вроде бы все и ничего. При рецидивирующем нельзя однократно. Я же говорил о том, что это должно быть до девяти раз. Профилактически, понимаете, мы потихонечку подошли к профилактике с вами, да, вот, профилактически. Вот профилактировать можно, но профилактировать можно, зная причину, да, то есть это связано с переохлаждением, то человек, придя домой, должен включать определенные препараты. Но не обязательно это препарат, который вы говорите однократного применения, да, то есть есть фитотерапия, то есть это почечные чаи, это увеличение объема потребления жидкости. Профилактика является в том числе потребление до 2,5 литров жидкости при определенных показаниях, там 2-2,5, чтобы дёры забыло, там, 1,5-2 литра, вот. Это тоже профилактика. Половая гигиена, да, вот. Препараты, которые мы курсами месячные пьем в осенний-весенний период. Вот, те же мочегонные травки курсами по 2 недельки, профилактируя, опять же, ускоряя выведение, да, то есть чаще мочишься, вымываешь, инфекция не успевает закрепиться и не успевает воспалиться. Мы её смываем, вот. Это вещи хорошие, вот. Поэтому надо включать всё возможное. Ну, это мы сейчас же говорим про людей, которые хронические заболевания имеют. Или вообще мы говорим сейчас про всех, потому что... Это хроническая форма. Это хроническая форма, вот, то, что мы говорим, профилактика цистита, рецидива. Просто профилактика рецидива. Вот. Но обычный человек и так должен потреблять порядка 2 литров жидкости, да. Вот. Сейчас великолепное время для почек. Появились арбузы. Столько копий сломано вокруг вот этого вот пресловутого питьевого режима. И причём в том числе и врачи говорят совершенно разные вещи. Одни вообще говорят, что ну пейте, сколько пьёте. Уже, честно говоря, сложно разобраться. Я своим пациентам всегда с урологической проблемой говорил, что пейте столько, сколько вы хотите, плюс 2-3 глотка каждый... Приём. Да, приём сверху. Вот. Но всё равно мы должны понимать, что питьевой режим должен соблюдаться. Почка не работает без жидкости, не работает без воды. Понимаете? Мы же говорим, это фильтр. Что происходит с фильтром, когда у нас с вами вода не протекает? Он застаивается. То же самое и почка. Она должна фильтровать. Понятное дело, есть пациенты пожилые с сердечными проблемами, да, у которых есть определённое ограничение по объёму потребления жидкости. Это пациенты с хронической почной недостаточностью, у которых тоже есть ограничение по жидкости, находящейся на диалиде. Есть пациенты с ограничением жидкости. Мы находим другие варианты в этой ситуации. Вот. То есть, та же мочегонная трава, вы употребляете меньше, потому что вы выпили стакан, да, но диуреза у вас будет немножко побольше. То есть, это как тоже профилактика. А про арбузы вы начали говорить, это всё-таки хорошо, да, про промывание идёт? Ну, они же мочегонный эффект обладают, поэтому сейчас-то вот как раз в золотое время по этому и говорю. Сергей Михайлович, ну и всё-таки хотелось бы уже к завершению вашей рекомендации в том плане, что человек почувствовал симптомы сестита, принял... Ну, терпеть-то же невозможно, он, естественно, старается что-то принять обезболивающее, но клиническая картина тем самым размывается. То есть, когда он идёт к доктору, то сложнее диагностировать. Как правильно тогда терпеть и прям быстро бежать к врачу или что делать? Понимаете, эта острая боль, она вам запомнится. Очень красочно пациент придёт, очень красочно расскажет, что у него было вчера. Да, он скажет, что сегодня ему стало полегче, что он принял препарат, вот. И ему реально стало лучше, вот. С ним будет проще поговорить. Поговорить с пациентом, когда действительно он прям вот разгорелся, цистит, да, вот. Всегда очень тяжело, потому что это вот боли, это постоянная смена положения, это бегание в туалет и всё такое. Поэтому, естественно, пациенты принимают препараты. Естественно, как бы они знают интернет, всё включают и находят. Я просто не хочу рекламировать препараты, да? Нет, мы не имеем права, да. Я не хочу, поэтому не называю. Вот. Они их принимают, всё, они появляются у нас. Но вот дальнейшая, как бы, ситуация, дальнейшее поведение с конкретным данным пациентом нужно всё-таки обсуждать с врачом. Куда ему? Надо вот однократно это достаточно, ему стало хорошо. Какой план оттедований у него есть и какую профилактику ему применить, это всё-таки нужно решать непосредственно с каждым человеком индивидуально. Я говорю, просто есть там достаточно много интимных вопросов, да, Тань, вопрос, который вы не расскажете здесь, но можете спросить то с глазу на глаз. Поэтому, я понимаю, врачи загруженные люди, да, но тем не менее, ещё раз говорю, обращайтесь к врачам. И если я правильно поняла, то при первичном цистите прям необходимо, да, чтобы сразу инфекцию уничтожить и она не перешла в рецидив. Надо необходимо, чтобы знать уже профилактику, чтобы в ближайшее же время, те 6 месяцев или год, не наступили повторные обострения, понимаете, и мы тогда можем уйти от этого. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу, прощаемся с нашими зрителями ровно на неделю. Спасибо, что были с нами, до свидания, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин